Какая-то, если честно. На мой субъективный взгляд, опять же. Там все взаимосвязано. Да я понял, что там все взаимосвязано, но на мой субъективный и, возможно, неправильный взгляд это полный абсурд, что все взаимосвязано. Ну, мне лично это не понравилось, что там все взаимосвязано. И у меня нет, допустим, опции сделать Конора Девиантом, но при этом, чтобы он не возглавлял революцию. То есть, допустим, я сопереживаю... Вот представь, я такой игрок, я сопереживаю исключительно Конору. И я хочу, чтобы Конор стал Девиантом, и он себя чувствовал нормально. А по итогу у меня приходит абсолютно наглухо отбитый Маркус. Наглухо отбитый Маркус приходит, говорит, значит так, сейчас быстренько всех жестянок сделаю Девиантами. Раздует все это до революции, которой вообще бы не было бы, если бы не Маркус. И все это напрямую влияет на Конора. Хз, мне не нравится. Не, ну, я тебе просто к тому, что, допустим, вот у меня, чтобы Конор стал Девиантом, он обязан прийти в Иерихон и обязан возглавить революцию. Ну, не революцию, а Девиантов возглавить. Если у меня Маркус уходит. То есть, просто из-за того, что я отправил Маркуса отдыхать, у меня подставился Конор. Почему это взаимосвязано, я не понял. Потому что главное в Иерихоне осталось Норт. Норт была главная. Но потом пришел Конор, и почему-то Конор стал главным. Почему? Мне это непонятно. Короче, вот я хочу счастье для Конора, но почему-то Конор оказался переплетен во все сюжетные линии, и на мой взгляд, это странно. Короче, ХЗ. Мне это не очень понравилось. Доброе утро, город. Ну, думал немножко про прошлую игру, на самом деле, я думаю, что город, в принципе, заслуживает. Сегодня точно не будет. И в принципе, мой посыл такой, что люди дают какие-то цвета. Давайте цвета, если вы уверены в этих цветах. Потому что, например, на седьмом номере Нилин там же сидел, вот она сказала 4 красные. Я посчитал ее красный, сыграл по ее красному цвету. Наверное, давать цвета правильные, хуже, чем не давать цвета вообще. Потому что иначе становится очень сложно играть. Ты считаешь кого-то красным, ты пытаешься собирать красную команду, она в итоге не собирается. То есть я могу с восьмого слота ни с кем не поиграть, да? Ну, если ты действительно, если ты озвучишь, что у тебя вот есть какие-то мысли, что ты заподозревал вообще все для себя говорящие, ну и Хэнк, да, Хэнк и Коннор. Самые нормальные персонажи. то это будет краснее, чем если ты просто раскидаешься цвета. Вот лично для меня так. Я помню, у нас как-то был человек, по-моему, это Бонгер, который на девятом слоте сыграл 9-0. А как же Ланаич? А, еще был Ланаич, да. Ну, как видишь, ни Ланаича, ни Бонгера тут нет. Возможно, это как-то взаимосвязано. Возможно, нет. Как бы непонятно. Вот. Я просто не знаю. Давайте поговорим о том, какую вот... Ну, в прошлой игре, да, второму же игроку удалось окрасниться на втором слоте. Он говорил про то, какую карточку он вытаскивал. Отвечаю. Когда игрок начинает рассказывать про то, какую карточку там кто-то другой вытащил или какую он обычно вытаскивает, для меня это настолько постная хрень, что ее просто слушать не хочется. Потому что какая разница, чего вытягиваете, всем все равно. Вот. Я вытащил вроде бы правую верхнюю. А может нет. Ну, Иосиф подтвердит, если что, правая верхняя была или нет. Я вроде бы ее вытащил. Вот. Красная. Красная. А первый бы говорил неплохо. Я играю с первым. Все. Я бы, возможно, подтвердил, но я вообще не обращаю внимания. Типа я на друга тыкаю и все. Почему первого не выставил? Первый поговорил просто о прошлой игре. В принципе, ничего такого сносного не сказал. А касательно того, что он сказал, я, допустим, не согласен. Я и на ноле именно ищу больше красные цвета. Даже если ты ошибаешься в каких-то цветах, ты можешь объяснить, почему ты посчитал красного. И ты же не обязательно будешь всю игру играть с этими игроками. Но я считаю, нужно говорить. Если ты, допустим, там отказываешься, играешь там даже 7-0, можно просто расставить акценты. Второй игрок вообще я не понял. По первому, в принципе, ничего не сказал. Про какую-то карточку ко мне обратился. Я понятен, мне вообще не до этого сейчас больно. Поэтому я не знаю, кто такие 1-2. Оба не понравились. Спасибо. И вот это мне сейчас разбирать, да? Нужно найти каких-то красных, если там не тройка. Можно найти вообще всю тройку по нулю. Вот, по посадочке чисто. Ну так как по гриле 1-2, я подумал, они не вместе. И третий выставил первого акцентированного. Если бы они были вместе с черной, я думаю, он бы мог скипнуть. Типа я бы выставил первого. Поэтому думаю, 1-2-3 тройки нету. Поэтому нужно найти каких-то красных. Робзон погрел неплохо, но он сказал, я не знаю, каких-то акцентов сутр не расставил какие-то. Ну, речи не понравились. Ну, мы что, рассказал чисто про предыдущую игру. Такое все. По посадке вроде не мав пока что. Джози вроде погрел по нему нормально, заиграю 1-2. Сыграю 1-2-4 пока что без третьего. Мне понравился третий. 1-2-4. У Му какая-то была мысль, ну, точнее, не какая-то, она была. Вот, и он ее озвучил. Она была слишком правильной, и мне это не нравится. То есть, понимаете, вот слишком правильная мысль, и мне из-за этого Му не понравился. То есть, это слишком подозрительно, я подумал. А Джози вроде начал гореть хорошо, такой говорит, 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 и потом в конце как будто вспомнил, блин, надо же что-то про первого сказать. Ну, короче, я его заиграю, там, погрел вроде норм, такой просто, знаете, вскользь, как будто бы не хотел, и вот что-то сказал. Хотя погрел вроде неплохо. А Кобзон отказался от 1-2, я подумал красный, но немножко не под тем аргументом, по которым вот я озвучил. Поэтому Кобзон, думаю, не черный, Джеди за что-то выкинул, Джеди, понял, совместил твой ник, но я думаю, что ты пока Джей не черный, там, еще от прошлой, как игры. Поэтому я сыграю 3-4, а в 1-2, я думаю, должен быть сидеть маф. Спасибо. Да в смысле отличия от прошлой нет. Опять там что-то побазарил. Мне не знаю, вот я почти убежден, что 4-й, ну, типа, ну, он не красный точно, но поувереннее просто даже показывать цвета оставшиеся игроки. Ну, мне не важно, что там, Зеня, ты думаешь. Смотрите, я думаю, много красных в 1-2-3-5. Вот, я думаю, красный 5, опять он обычно на красный вот именно. Вот так вот. Что-то там, бла-бла-бла, особо черным не считаю, вот может быть туда сыграю, все дела. А вот 4-й именно не знал, как начать речь. Вот мне показалось, до него много красных. Даже если 4-й маф, то я думаю, в 1-2-3, ну, есть маф, то только один с ним. Вот, подумал красный 2, вот за эту последнюю вещь, которую он сказал в своей речи. Именно сейчас постная фигня будет. Рассказал про карты, обратился к третьему, плюс третий игрок сказал, что он не видел, я это показывал на жестикуляции, он мог не видеть этого просто. Вот, и первый неплохо открыл стол, поэтому думаю, 1-2-3-5 много красных. Забыла поздравить Волошу с новым микрофоном, Волоша, поздравляю. У меня чуть-то кекнулось Джози, он такой говорит, ну вот кто рассказывает про карточки, ну это такое говно. А я, кстати, вытащил правую верхнюю, вон третий подтвердит. Ну третий, ты где же вытащил правую верхнюю? Ну типа, чё это было, я не знаю. Это мета ирония. У первого была какая-то мысль правильная, она была очень-очень правильная, типа, ну вот это подозрительно. То есть, типа, чё, если он там ночью о чём-то думал, кто-то её выкупил, кто-то нет. Пришёл какой-то мысли, то это подозрительно. Ну я не знаю, короче, чё, как. Четвёртый, я не знаю. Мне кажется, у него показалось, он не знает, что делать с этими людьми перед ним. Я третьего таким подозрительным нашла, подумала, красные три, Волоша поговорил просто мемно. А шестой, чё сказал? А, шестой сказал второй, типа, ему понравился. А мне не понравился второй за то, что типа, он сказал про эту карточку. Поэтому я скорее, я бы скорее поиграла 1-3-5 вот так. А кто-то не выкупил. Волоша мемно поговорил, я не нашла его чёрным. Но я в него цвете вообще, типа, редко попадаю. Поэтому 1-3-5 с поправкой на Волошу. Спасибо. И без Ичменя в команде Ичменя. Чешева со всех, да, поправка на Волошу, но при этом, типа, вы его заигрываете, при том, что он 3-4 играет. Не знаю. Я подумал, что второй, наверное, красный, потому что, ну, это было очень смело сказать. Я, типа, считаю фигнёй то, про какую карточку вы говорите и потом сказать об этом, но это было очень смело. Я бы на третьем слоте ему так втащил, что ему мало не показалось. На 3-4-5-6 вообще про это не вспомнили. Поэтому думаю второй красный. Думаю красный третий просто за рассуждение, за то, как он копался в 1-2. И думаю красный шестой. Хоть он изыгрывает пятого. Не знаю. Пятый может быть, в принципе, красным. Его 6-7 уже заигрывают. Но пятый играет в команде 3-4. Мне кажется, команда 3-4 с пятого слота не совсем правильная. Я поиграю 2-3-6-7. Там седьмая не берет шестого. Да, я понимаю. Не самая позиционная команда. Далеко не самая позиционная. При том, что 6-7 называют красным пятого. Но мне пятый просто с его командой 3-4 не нравится. Моя команда 2-3-6-7. Я думаю, там мало черных. Все. Зачем они показывают? Сем, ты, пожалуйста, скажи, почему ты улыбался до того, как я сказал, что ты красный. Мне показалось, что ты был покрасный. Но мне просто интересно, почему. В самом начале игры. Вот, смотри. Третий игрок нам что сказал? Я говорю, я не согласен с первым игроком. Я ищу красные цвета. Я его спрашиваю всю игру. Давай, я не отпущу это. Рассказывай, кто красный. Вот ты послушал уже 8 речей. Кто? Ну, кто же они? Не знаешь. Нету красных игроков у тебя. Ты же их ищешь. Я жестикулировал. Там, седьмая жестикулировала. Ничего ты не ищешь. Мне не нравится игрок номер 3. Вы его заигрываете. Смотрите. Потом, что касается игрока номер 4. Он сейчас совсем по-другому поговорил. Он может быть маф, может быть красный. Но он поговорил совсем по-другому, чем в прошлой игре. Вы считаете, кто-то его маф, кто-то игроком красным. Хорошо, окей. Вы берете пятого игрока, который заигрывает. Нонсенс. Шестой игрок определил, что 1, 2, 3 все красные игроки. Но не получается так. У него получается черная команда. Я, десятый, восьмая, седьмая. Там минимум двойка. Восьмой игрок говорит шестой красный. Седьмой я не пощаюсь. Так, смотрите. Для меня очень важно, Стригуль, почему ты до своей речи показываешь, что третий не красный. А на своей речи говоришь, что третий посчитал красным. Четвертый не красный. Я понял. Кстати, я не подумал, что третий очень красный. Мне, честно говоря, его речь не сильный. Мне показалось, что 1, 2 поговорили не настолько плохо, чтобы от них отказаться. Мне показалось, что 2 вообще красным. Мне показалось, что как пятый и шестой игрок третьего с 1, 2. Что третий может быть черным с кем-то из 5, 6. Мне казалось, 5, 6, 1, маф. А восьмой мне правильно показалось все от правильных аргументов искал. Мне казалось, что он красный, а потом сказал третий не красный. Короче, мне кажется, ключевая проверка 3. Если не 3, то 6. Мне важно это понять. Потому что 6 такой 4, я 4 сильно черным не посчитал. Моя команда 2, 1, 5, 1, 5 попили. 1, 5 попил. Моя команда 2, 4, 7, 8. Получил хороший свитер. Такая у меня команда. Свитер красивый. Смотрите, ну, можете проверить меня, я подниму обязательно пятого. Ну, за излишнюю жестикуляцию. У меня есть подушка на девятом, где парень говорит, что я точно красный. Все. А, 10 тысяч черных. Ну, все, проверяйте меня. Все, все. 1, 5 пили. Не один из... Проверяйте меня, 3, 5, 10 попилим. 3, 5, 10 попилим. Что происходит? Блин, что-то кушать хочется. Вафля, Вафль, го завтра играть. Гуя завтра играть в Мафию вечером после девяти. Я тебя приглашаю. Смотрите, на речах игроков 5, 6. Мне показалось, что они вообще могут быть вместе красные, потому что дальше игроки выкидывают почему-то именно пятого игрока только за то, что он поиграл с четвертым игроком. Да? Не-не, я соберу недушный стол. Мне вот точно непонятно. То есть вы рассматриваете 4, 5 вместе с черным? Я соберу свой стол. Ну, вот ты, Стригуль, ты поиграл с шестым игроком, шестой поигрок поиграл с пятым игроком, а седьмой... Значит, я буду шерифом на следующий круг, который проснется с десятым черным, потому что парень сказал, игроки 5-6 мерят третьего с 1-2. Я сказал, мне третий наоборот понравился за то, что от 1-2 отказался, хоть и не по тем аргументам, по которым я... Да, Семен, на пофиг вот это, на пофиг, такой нюанс маленький, поэтому все, я потяну бублик на следующий круг с десятым черным. Все, Семен, можешь, там, не знаю, тянуть бублик с пятым черным, вон, поиграем в миллиард шерифскую. Все. Проверится третий красным, я уйду без проблем, надо проверить три. Олджамп весь в учебе. Он супер сильно занят, к сожалению. Джамп в последнее время вообще играть не может. Да, волошадь, я тебе верю. Я думаю, красный пять, думаю, красный восемь. Ну, не знаю. Че, Чарлаша? Кто думаешь, первый поговорил на попе или отстрел? Слушай, может быть. Смотрите, обязательно разберитесь между игроками 3.9 в какой-то момент. Хочу разбираться. Не знаю, можете 3.9 поднять, вот мой личный ход такой. Смотрите, я думаю, вот, вот, прямо вот, уверенно, три красных цвета вставлю. 2.5.8. Вот это самые красные цвета мои. Думаю, не сильно черная 7. И вот в остальных это тройка сидит, думаю. Как-то так. Ну, поднять 3.9.10. Может, с поправкой на четвертого игрока, потому что мне, если честно, четвертый не очень понравился. То есть, он сказал, третий подозрительный, второй хорошо поговорил по первому. Хотя я по первому игроку ни слова не сказал, там просто последние пять секунд выстрел, что «А, первый нормально поговорил, первый красный». Поэтому это было немного подозрительно. Плюс есть игрок номер 8, которого я посчитал больше красным, с четвертым не сыграл. А девятый, который на речи шестого показал шестой, обязательно черный, когда шестой въехал в четвертого игрока. Это немножко подозрительно. Поэтому подъем 4.9.10, думаю, адекватный, в силу того, что там, ну, не три красных игрока, как я посчитал. Вот, поэтому, на мой взгляд, а тем более четвертого вроде устраивает подъем 4.9.10, если я правильно понял. Поэтому. Ну, я думаю, пятый больше красный, если честно. Я не знаю, как это объяснить, но мне кажется, пятый красный просто. Девятый игрок, все речи спрашивают у меня, кто красный, кто красный, какая разница. Ты мешаешь мне играть. Я слушаю речи, я не помню седьмая как с кем сыграл, вообще восьмой не помню с кем сыграл. Один на попиле вообще прослушиваю, команда его, еще что-то. Там пятый показывает, что первый на динамике, динамику мог на попиле давать. Все, мне мешает играть девятый игрок. Четвертый игрок сказал, один, два, вместе красный, третий подозрительный. Как нашел он цвета один, два, я совершенно не помню. Я не посчитал второго красного за какие-то там аргументы, которые вы мне сказали. Второй, все, атакует 4.9.10, полностью устраивает. По позиции второй, думаю, больше красный. Не подозреваю пятого игрока. Восьмой, не помню, что говорил, ну, два, три, шесть, семь. Все, восьмой, думаю, красный. 4.9.10, обязательно есть какой-то черный, можно проверить первого игрока. Все, спасибо. Вы что, бездари? Два, три, шесть, семь красный, а вы думаете красный пять, а у него мапов нет на застал. У него тройка 1.4.9.10, где я красный 1.9.10 тройки не вижу. Вы что, на приколе или что? Поднимите третьего с девятым и засуньте туда меня или десятого, а потом я уйду в баланс, если что, если 3.9.10 попил. Не-не, третий с девятым встает, 3.4.9 пилим. А, шо, нет, в смысле нет, а я думаю, ты черный. 3.4.9 попилим. Не-не-не, капсан, не, так не работает. 3.4.9 проверится десятый. Я думаю, в 3.9 какой-то маф есть, я красный, десятого сильно не заподозреваю. Хотите, я вот красный, поднимите 3.9.10, проверьте меня, я вам назову последнюю мафу. Все. Я думаю, черный между 3.5 обязательно, между 3.5.10 даже. Я бы вообще, ну я предлагал попил проверка 4, 3.5.10 попил, я предлагал, правильно? Правильно, хороший попил был. Вот. Ладно, этот круг голосования между игроками 4.10. Семен, потому что у тебя седьмая еще классная, которая сказала, ну, Молоша мемно поговорил, он красный. Пятый вскинул, ну, больше красный. Сема не сказал. Ты сыграл 24-7-8. Алло, привет. Все верно. 2-4-7-8 ты сыграл. Здорово, где седьмая сыграла 1-3-5. Как ты сыграл 2-4-7-8, я чуть не понял, кстати, еще. Нет, все, Семена заголосовали, он сыграл 2-4-7-8. Все, все, заголосовали Семена. Парень в раз мою речь перевирал, сейчас еще говорит, что седьмой не играл. Он такой, так, я сыграю 2-4-7-8, дословно сказал Семен. Поэтому голосанули Семена на этот шок. Че, я на десятого пришел проверил. Дальше сказали какие-нибудь шерифы, вот. Я сказал, я буду шерифом с десятым черным. Вот, я шериф на этот круг с десятым черным. Все, забрали 10. Я не дам с десятым... Я считаю, что я просто ливну, я красный, я просто ливну, не выстану попилиться. Все, забрались. Смотрите, я на прошлый круг не очень объяснила свою позицию по пятому. Там игроки дальше заметили это. Я просто, звери, пятый игрок заиграл 3-4, чтобы было не очень правильно с его стороны, потому что четвертый заигрывал типа 1-2. Но вот пятый игрок сказал красный 3, я не подумала, что черный 3, он погорел, в принципе, хорошо. Типа, ну, я бы на его месте, мне кажется, тоже бы выкинула 1-2. Типа, именно второго за этот аргумент с картонками, за который вы нашли его красным. Я его красным не нашла, потому что для меня это было просто смешно. Вы нашли это смелым. Поэтому я подумала скорее, типа, красный 2 на этот круг, то, куда он играет. Мне четвертый игрок не понравился. Говорит, давайте будем поднимать 3-5-9. Мне пятый игрок не кажется черным, третьего я на этот круг не подозреваю, поэтому я думаю, скорее четвертый черный. Я бы поиграла в команде вот пока 2-3-5. Еще надо послушать игроков после меня, насколько у них изменилось мнение. Четвертый подозрительный, там пятый говорит, что аргументы показывают, что такое. Первый мог давать какую-то динамику, это хорошее замечание. Девятый игрок, вы на прошлый круг показывали, я шестой черный, потому что говорит четвертый черный. Теперь вы говорите четвертый черный, типа, потому что говорит десятый красный. Я от этого не поняла. Просто смотрите, четвертый игрок начинает свою речь с того, что я на приколе, что у меня нет черных, я сыграл 2-3-6-7, пятого считаю сейчас больше красным, у меня там тройка 1-4-9-10. Заканчивают свою речь с тем, что я у него в черные команды не пишусь. То есть он назвал там каких-то игроков, которых считают скорее черными. Меня в них нет. То есть, ну, как минимум это странно, да, начать свою речь с меня, при этом меня там не проатаковать. Десятый игрок выкриком, третьим своим выкриком сейчас кричит, говорит, что я пилиться не буду, я сейчас сливну просто со стола. После этого на речи седьмой показывает, давайте попилим 4-9-10. Ну, это же странно, ребят. Давайте между 4-10 просто проголосуем, пилить никого не будем, не будем ускорять игру. Да, 4-10 сердечком, кто там кого больше подозревает. Ну, игрок номер 10. Ну, нельзя выкриком забирать у себя речь, кричать, что я пилиться не буду, а потом показывать, я попилюсь. Ну, это странно. Вы за 30 секунд поменяли свою позицию с того, что вы пилиться не будете, на то, что вы хотите попилиться. Я вижу это так, что вы просто сломать хотите в кого-то, вот и все, с 4-9. Короче, смотрите, третий, да, посидит, смотри, Кобзон, я почему в тебя втопил? Вот ты втопил первому, говоришь, первый, ну, блин, ну, очень плохо, ну, очень плохо, не надо искать черных, надо искать красных, и не нашел красных. Ну, да, ты можешь быть красным, который, ну, ошибся и неправильно втопил первому, и потом играл по-другому. Ладно, четвертый игрок просто сейчас сказал, десятый красный, десятый красный, десятый красный, три раза в речи, а потом в конце закончил, десятый у меня не красный, и все разы называл десятого игрока, чтобы попилить, понимаете? Поэтому четвертый игрок у меня не красный, четвертый игрок скорее черный, от этого третий может быть красный. Вот, седьмая, вообще у тебя рассуждение было так, что первый игрок мафом выходит, потому что у тебя один-два не красные, там все, ну, получалось так, я сейчас не успею просто объяснить, и получается так, что первый у тебя мафом выходит, восьмого многие посчитали красным, пятого и красный, второго все красные посчитали, хорошо, третьего ты считаешь красным, кто черный, ну, я-то свой цвет знаю, ты черная команда 1-4-10, которая осталась в речи. Да, надо голосовать. Давайте пилить четверых при восьмерых века. Так что, мы хотим пилить 4-9-10. Савира, спасибо большое за 1111 рублей. Нет, хорошо, тогда свободное между 4-10. Смотрите, красный цвет 5 для меня был. Спасибо огромное. Красный цвет 6 для меня тоже. У седьмого игрока мне не понравилась речь, потому что очевидно, что 4-9 не вместе, 4-10 тоже не вместе. Восьмого вы посчитали красным, 2-3-5 у вас красный игрок номер 7. Вот я красный, считаю пятого красный, но у вас какие-то проблемы, это получается по счету. То есть кто черный? Вот восьмой красный не был для меня цветом стола, но его оставил шестой игрок. Но хотя я предъявлял восьмому игроку за то, что вы именно выкидываете пятого игрока, за то, что он поиграл с четвертым, сейчас четвертый не игрок. Так выстави седьмую. Да нет, сказали 4-10. Голосование меня устраивает по пятому игроку, красному голосованию между 4-10. А дальше нужно же добираться в 7-8. 7-8, мне кажется. Голосование меня устраивает по пятому игроку. Понятно. Понятно. После речей, я думаю, 1-7 вместе, скорее. При условии 5-й красный. Ну, если 5-й проверный красный, если 3-5-8 красный, 1-7 вместе черный. У меня же 9-10 будет последний маф. 49-й, а я вообще с ним думал, какая-то 1-7-9-3. Мало кто просто внимания из них друг на друга обращал на предыдущий круг. Ну, и на я тут. При этом, типа, ну, 9-й. Да, Зинял, ты про это, Павловна, ты в всех играх можешь таковать, понимаешь? Поэтому я говорю, у меня же 9-10, а не обязательно 9. Но более позитивный Зиннивал был. Резко мнение по столу поменял. Надо было пилить 4-9-10, я красный сейчас будете сидеть, искать мафов. Могли запилить. Я сказал, только я хотел какой-то пил 3-4-9, я хотел 3-9 обязательно вместе пилить, понимаете? Да, с моей позиции красный хотел 3-5-10 вообще поднимать. Но потом все начали говорить, 3-9 попил. Я говорю, если я стопопил, то уже 3-9 вместе пилиться со мной. Не, автомод вообще какой-то неадекватный, я его, ну, его, походу, отключать придется. Продолжение следует... Так, ну, как минимум странно, что четвертый игрок среди 2-3-7-8-10, которые снесли его в девятке, нашел только черную седьмую. Ну, то есть я бы как минимум двойку какую-то искал среди 2-3-7-8-10, которые меня в десятке, в девятке снесли со стола. Ну, это же странно, правильно? Кто шериф? Второй шериф, я так и подумал. Так, какие проверочки? Пятый красный, отлично. Первый черный, отлично. Это шикарно. Это шикарно, я думаю, 1-4 вместе, потому что четвертый, ну, у него атака в первого была очень подозрительная, потому что первый его со стола не сносил, он свою прощальную речь посвятил первому игроку. Ну, это странно. Короче, снесите первого игрока, я думаю, второй шериф, последний черный сидит между 9-10, и у меня есть предположение, что это не десятый игрок, а скорее девятый. Вот я 1-4-9 оставлю, ребят. Ну, просто потому что десятый заголосовал четвертого, и десятый четвертого красный не считал, а четвертый показывал, что десятый скорее красный. Короче, я думаю, 1-4-9, снесите первого, потом проверьте девятого. Ну, я бы проверил девятого. Вот. Пас. Единственное, знаете, которое меня сейчас смущает? Второй скрылся с проверкой первой черной, никто не вскрывается в ответ, если там 1-4 вместе черная. Ну, я вот такой вот только момент. Ладно, просто объясню, почему я красный. Первый проверился черный, второй скрывается шире. Передо мной сидят две активки, сказал, не понял, какие цвета. Допустим, четвертый ушел красный, восьмой отстрелился, надо искать, кто хорошо сидит. Допустим, 4-10 вместе черный, кто-то сидит, да? Даже если 1-4 вместе черный, кто-то сидит, не вскрывается. Первый игрок сейчас может скинуть жетон с какой-то там проверкой, любой там 6 красный, еще что-то там, 2 черный, еще хоть что. Нет никаких вскрытий, поэтому тот сидит. Нет, уже все, уже все. Я не знаю, я 9-го по-прежнему подозреваю, я не понял, почему он красный. Он что-то все спрашивает, теперь я могу быть красным, показывать 4-й черный. Просто первый, куда, кстати, голосовал? Первый десятый, а, первый десятый. Джози, да за шо? Вот я сказал, что ты не красный за то, что СМУ заиграл под конец. Вот если бы ты не заиграл СМУ, я бы сказал, ты красный, потому что ты сказал, ты поговорил-то хорошо. А первый, говорю, поговорил мысль очень правильно, поэтому подозрительный. Типа у меня такой класс бывает же. Ой, чё четвертого Папа Раши пустили? Надо было десятого первее. Семен, выходи на бой, я проверенный красный. Чё, Сёма, я проверенный красный, говорит Сёма, проверьте меня, я пятого точно подниму. Семен говорит, чё там 2-4-7-8 поиграл? Есть вариация, что, допустим, четвертый, допустим, красный, чё, на команду 1-7-10? Возможно, где Сема кричит, я про седьмую ничего не говорил в этой игре, не надо, Волоша. Семен, если ты красный, тебя надо потерять всё равно. Вот всё равно надо потерять, понимаешь? Ну, может, я просто, ребят, чего-то не понимаю в этой игре, но почему вы говорите, что 4-10 мест нет, скорее, типа, 4-9? На девятый, ну, типа, он говорит шестой сначала, но на лёгке он говорит шестой чёрный, потому что четвёртый красный. Потом шестой мне нравится, он говорит четвёртый чёрный, потому что говорит десятый, типа, красный. Но я этого не поняла, поэтому я скорее не подумала, что 4-9 могут быть вместе. Может, я что-то не понимаю, не знаю, у меня с математикой ещё плохо. Но, типа, в принципе, меня устраивает, я поиграла, я считаю, хорошо, 2-3-5. Так посмотрите, если первый игрок не чёрный вместе с четвёртым, значит, столом сидит какая-то двойка, и это не 9-10 вместе, скорее всего. Не слышно? Вот, если первый игрок чёрный с четвёртым, четвёртый ничего не говорил про никакого десятого, он скорее посвящал всю речь 1-7 вместе чёрные. Я не знаю, логика от третьего очень хорошая, что, типа, ну, почему первый не вскрывается, если четвёртый ушёл его чёрным? Но я не знаю. Да, я маф с четвёртым. Я напомню, вот, Кобзон, смотри, ты говорил, я говорю, ну, ладно, ты маф, ты не дал ни одного красного цвета, кроме очевидных 2-5. Вот, потом четвёртый игрок начинает говорить, если ты заметил мою республику, я говорю, четвёртый чёрный, третий сидит. Вот как только он начал говорить и раздавать цвета, всё, я сказал, четвёртый чёрный, третий сидит. Это было сразу. Вот, это раз. Во-вторых, смотрите, четвёртый меня проатаковал, он говорил, подняться с девятым, девятый игрок может, девятый игрок может. Десятый игрок сказал, девятый игрок может нас покинуть, девятый игрок может нас покинуть. Я сказал, первый игрок маф. но нет просто никто не играется но я видел очень плохо я видимо вылез на этот стол говорю третий игрок вы допустили ошибку и не окрасну при этом первого игрока я сказал на его ошибку надавил вот я показал когда 0 10 10 игрок черный 10 игрок там я не забрал так далее вот я не говорю что 10 игрок точно красный 10 игрок я сказал что я посчитал тебя красным как ты отреагировал как ты улыбнулся ты я попросил тебя сказать почему ты этого не сказал мне кажется нужно проверять последнюю сильно замазанность потому что 49 обязательно есть мафа обязательно вот смотрите почему и красный я первый игрок отказывается когда 2 показывает можно и попилить на второй игрок ну слушайте но мне показалось что ты тот блин я почему-то считаю красным 5 вот это вот не показалось это немножечко приколом шерифским и типа 2 игрок говорит типа 14 о 4 9 10 можно попилить первый игрок акцентированно девятого не хочет голосовать подстраиваться по стол 410 голосует и голосует в руку в 10 подумайте над этим скорее всего у нас каясь 1 черный цвет если когда он снимает 9 9 подозрительная десятый уже меньше подозрительных вот пятый игрок окрасняет третьего игрока восьмой игрок которого краснял я красняет 3 игрока 2 не атакует 3 игрока скорее всего 3 красный преркосим на замазанность и дальше будем катать девятого сносим и посмотрим так почему же я не скрываюсь на хороший вопрос вот не хочу и не скрывались я думаю что ладно кто-нибудь сыграет в черную команду 2 5 10 да не нормально я просто сразу скажу волос извини на меня вот эти твои не сначала тебе просили передать что у тебя сегодня очень красивые выразительные глаза вот дальше говорю что на меня вот эти все блоки проверок шерифа вот с этим вот я шериф на следующий круг вскрою с 10 проверен не работает вы все это делаете поэтому сорян в любом случае проверка 5 ну смотри я думаю 10 больше красные за все то что он в этой игре делал но я не за я я сейчас говорю не за игровые действия если что проверить 10 а если у красный тогда чем будет я хочу 7 проверить просто мне 7 непонятная она на нулевой круг отказалась от 6 сыграла 1 3 5 отказалась от 6 за то что тот сыграл со вторым про атаковала четвертого связь и проверить хорошо ради тебя приведет 10 хорошо даже если он красный просто проверь его я не хочу думать даже вообще не ну как это 2 сидит он же тут на проверяет еще не дай бог кого-то своих свои донские проверки тут она раздает мне на меня все устраивает у меня две черных проверки 48 на замазанности сидел поэтому кинул ручку 10 чтобы меня не нашли ведь меня не нашли но за голосовали вот а второй час просто идет с ума стрелом и победа мирного города вперед мои красные пистолеты а 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сема, объясни мне, пожалуйста, Сема, когда... Почему ты говоришь, что ты ни слова не сказал про седьмой, когда ты сыграл 7 на 0? Ты сыграл, ты сказал 2-4-7-8. Ты сказал 2-4-7-8. У тебя 4 цвета было. А потом ты мне говоришь... А потом ты мне говоришь пятый и пытается третьего помирить с 1-2. Я сказал, Кобзон, ты на бою от Непанаса за то, что от 1-2 отказался. Сема, ну зачем? Семен. Все, давай, Семен. Твоя игра, она тебе принадлежит таким же, как и я. Давай, Семен. Все. Среди 3-9, вот, кого хочешь голосануть. А у Кобзона только 7-9 последний маф. Сема, да можешь... Ну 3-9 вместе. Можно 3-9, конечно. Так, подожди, а каким уходил четвертый игрок для тебя? Ну какой четвертый? Если он красный, с моей позиции только 2-3-9. Ну типа, говорят, я буду проверять на замазанность, говорю, почему ты меня не проверил, призналась черной. О, к Покчам. Допустим, смотрите. Допустим, 10-й красный, 5-й красный, и все. Если четвертый уходил красный, у меня только 2-ка, 3-9, я не вижу никаких абсолютно проблем в этом. Хорошие замечания было по поводу третьего, что он сказал, 1-4 вкусная команда. Я потом на своей речи сказала, что 1-4 вместе невкусно, 4-й на уходящий топит первого, не топит десятого. Но 10-й примерно красный, поэтому вопросов, типа, ну вопросов никаких нет. Если четвертый черный, с словом 1 маф, то тут, типа, математическая победа уже как-никак. Сейчас спокойно кого-то между... Нет, Семерка посидит, уйдет кто-то между 3-9... Это мат победа, если мы три цвета знаем, а мы не знаем три цвета. А почему? Ну так вы не знаете, каким четвертым уходил, типа. У вас 1-4, ты сказала, 1-4 не вместе? Правильно? Волоша. Все. Смотри, вот я сижу на красном цвете, я думаю, блин, это не мат победы. Вот я думаю, четвертый черный при этом, но это не мат победы, потому что мой цвет не знает. Объясняю, почему четвертого посчитал черным, он сказал 3-5 маф, потом хотел поднять 9-10 обязательно, ушел, сказал 1-7 маф вместе. Ну, он либо нашивался невероятно много, ну, либо я не знаю, короче. Объясняю, почему, вот вы говорите, почему показал 6-й черный. Я не показал точно, я показал 6-й черный, потому что, смотрите, он усилил игроков 1-2-3, искал 4-й маф. 4-й был очень слабой позиции, он в него втопил, и усилил игроков 1-2-3, где я не разобрался среди игроков 1-2-3. Третий игрок сказал одно не сделал, первый игрок просто открыл стол, надо было его внимательно слушать, второй игрок ошибся в конце речи. Поэтому я показал 6-й черный, его как-то нашел игрок номер 8, допустим. Поэтому я сказал 8-й игрок, ты для меня непонятный, и я не втопил ни в кого из красных, я напомню. Кто для тебя больше красного ложит? Смотрите, я рассматриваю один, что там, 2-5-8 команду. Ладно, серьезно, кто для тебя самый красный? Потому что, типа, мне третий странный. То есть, смотрите, я предлагаю 4-й, 9-10 попил, его вселенной 4-й сказал 3-й, 5-й, 9-й, 10 подъем. Да, но я говорю, вселенной, когда я поговорил 4-й, 9-й, 10 поднимать нужно обязательно, он должен понимать, что это очень классная тема, а потом, когда по аргументам, что первый ставит меня, он должен понимать, что я красный, он просит проверку 10, чтобы сам доехать. У меня просто такая мысль. Сходу. Почему-то, ну, при аргументе 7 было намного в тысячу раз лучше. Не знаю. Сейчас уйдет 9-й, потому что я думаю, что 4-й, 9-й, 1 маф точно есть. Сейчас точно 9-й. Круассаны, конечно. Во-первых, проверку 10-го игрока в этой игре. Ладно, давай так, 3-й, 9-й не вместе, давай снесем 7. Ну, вот 3-й, 9-й не вместе, точно. Не мешайте мне. У меня игра очень простая. Мне снимать там 7-го игрока, 9-го закончится, игра не закончится. Я не просил 10-го игрока. Когда второй игрок сказал, надо какая-то проверка, я показал, что 7 проверять не надо, нужна обязательно красная проверка, проверить игрока под номером 3. Волоша после этого показывал 10-10-10-10. Четвертый игрок, напоминаю, хотел поперить игроков к 5-10. 5 проверенный красный, 10 проверенный красный. Я знаю, что я красный. Все, ко мне никаких вопросов нет. Если четвертый черный, я обязательно красный. Если четвертый красный, двойка 7-9. Мне вообще тут начихать. Были 3 отстрелянных игрока. Шестой сказал, третий красный. Восьмой игрок сказал, что он думает, третий игрок красный. Второй игрок всю игру меня не подозревал. Поэтому игроки 5-10, куда ставим руку? Мне вообще все равно. Между 7-9 у меня игра максимально простая. Я думаю, возможно, четвертый черный, вот я сразу говорю. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Хорошо. Я напомню, что второй игрок ушел, оставил 1-3-7. Вы снесли 9. Ну, то есть потенциально могли бы проиграть, правильно? Я не знаю, как вы будете разбираться среди 3-7, на самом деле. Я надеюсь, вы должны понимать, что я краснее, чем игрок номер 4. Но проблема в том, что у меня не тринит, а как красный. Он сейчас, по-моему, промылся, что 9 черный, да, в конце речи. Я вам ни один цвет не смогу оставить. Я мог там вывести 7, попадаться с третьим игроком. У меня были какие-то аргументы, почему я красный, не почему там он точно черный. Но, вот смотрите, третий игрок, он сказал, будет делать одно, находить красный цвет, а не нашел. Седьмая, она и вправду там заиграла первого игрока. Когда я выкрикинул, он сказал, первый игрок черный, у тебя получается. Она говорит, не-не-не, первый игрок не черный, получается. Ну, и я отправил на пророк первого игрока. Я не знаю, зачем вы меня снесли, я красный. Пожалуйста, отталкивайтесь от этого и думайте сами. Привет. Привет, как дела? Нормально? Ага. Ага. Семен, как дела? Я тебя зачем проверил? Я тебя проверил, чтобы ты мне эту игру выиграл. Понимаешь? Чтобы вы с Волошиным разобрались. Кто маф, а кто не маф. И вы меня подвели. Это была такая легкая игра, на самом деле. Сами сошлись на том, что проверка 7 нафиг не нужна. Потому что она точно черная. И сняли 9. Нормально вам? Вон, пофиг. Так мы в итоге же не пилили 4-9-10. Да, я 1-3-7 оставил. Хэзэ, ну если бы мы играли турнир, честно скажу, если бы мы играли турнир, я бы Семена не проверял. Я бы пошел между 3-9 делать проверку. Потому что они точно не вместе. Там надо просто найти любой цвет. Десятый под моей ответственность красный. Игра была бы выиграна. Но я подумал, раз это фанка, пойду проверю для Волоши 10. Но они все равно не выиграли. Да, тебя бы удалили. Тебя бы удалили, если бы мы играли турнир. Я понимаю. Нет, Семен, тебя бы удалили с турнира. Если бы мы играли турнир. Почему? Ну, апелляция к тому, что ты наводишь мышку на кнопку выхода и говоришь, что сейчас я выйду, если вы будете меня там запиливать с кем-то, с кем я не захочу. Ну, по-моему, это можно натянуть на удаление. Если честно. Я, может быть, не прав, но мне кажется, судья может это расценить как удаление. Я уже давно не слежу за правилами в мафии, поэтому... Как это работает на самом деле, но мне кажется, можно за это удалить. По крайней мере, я точно понял, что ты красный, понимаешь? Я, по крайней мере, понял, что ты красный. Волоши не понял. Ну, ничего страшного. Какая разница? Мы же не турнир играем, не рейтинг. Типа, мне вообще пофиг. Проиграли, проиграли. Вообще не важно. Главное, я для себя разобрался. Мне нормально. Ладно, сейчас я отойду на 2-3 минуты, а то я скушал мандарин, теперь хочется пописать. Поэтому, возможно, это надолго. Абсолютно. Спасибо. Пока. Продолжение следует... Здорово! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, на месте... Фейкануть надо было... Сказал бы, что 7 черной реакцию посмотрел... Зачем? Зачем, если она и так маф? Какой смысл проверять реакцию 7, если она черная? Там просто надо было в 3-9 понять, кто маф, кто нет. Вельховский подарил подписку для Ильи... Ильиоилия, Ильиоилия, Ильиоилия. Добро пожаловать на канал... Добро пожаловать на канал Джози19. Спасибо тебе большое за подарочную для Ильиоилия. И спасибо за подарочную для... Рим... 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 Римлян... Римлян, спасибо большое тебе за подарочную для... Римляна. Спасибо огромное. И еще для Фени. Для Фенечки подарил подписку. Спасибо тебе большое, Вельховский, за подарочную для Фени. Спасибо огромное. Сказать надо было, что же из бетона 7 выводить сначала. Джонни, ты, наверное, не понимаешь. В рамках нормальной игры надо было сыграть вообще по-другому. А в рамках игры, где у тебя две красные проверки решили закосплеить клоунов... В принципе, все равно. Правда. Вот, Вельховский, спасибо тебе большое еще раз, дружище, за три подарочные для Ильиоилии, Римлян и Феня. Спасибо огромное, Вельховский. Спасибо огромное. Это ты таргетный, да? Я так понимаю, подарил. Это не на рандоме, это таргетный. В любом случае, спасибо тебе, громадное. Ну, шейхов в чат накидайте, пожалуйста. Человек три сапки подарил. Три сапки это чуть меньше миллиона рублей. Будьте добры, шейхов накидайте. Спасибо большое, Вельховский. Спасибо огромное. Это уже 65 подпис... Если что, за все время Вельховский подарил на канал 65 подписок. Царь РМФ 23 подписки, Иго Даймониум 21 подписку, Молок 20 по 19, Палтус 18. Ребят, у нас на самом деле очень много сапгифтеров. Очень много сапгифтеров. Но Вельховский вообще всех обогнал. Вообще всех. Просто чемпион людей, чемпион зверей. Он же задолжал. Ну да, он до сих пор расплачивается. Он половину зарплаты на сапки сливает, если что. Спасибо большое, Вельховский. Спасибо огромное. Сколько Дженни 19 подарил? А как посмотреть? Я просто в топе не отображаюсь. Ну у меня, по-моему, 10 с чем-то. Больше 10, меньше 20. Что-то такое. 10 до 20. Я не помню, сколько точно. Ролл на сапку выигрывают немногие. Ну, блин. С шансом 1 к 10 выигрывают действительно немногие. Но все равно же есть победы. Ребят, ну меня тоже поймите. Я же не могу сделать ролл на сапку 50% шанс. И... Чтобы это... Чтобы там в месяц по 30 тысяч рублей на сапки тратить. У меня просто денег таких нет. Вроде там, где даришь подписки, должна быть полоска с количеством подаренных. А, да? Сейчас посмотрю. Вы выдали 27 подписок в подарок на канале Джози19. У меня 27 подарочных. Так я топ-2, получается? Я, получается, топ-2. Больше меня только Вельховский смог подарить. Да, у меня 27. Ну, это почти все вот с роллов на сапке как раз. Да, почти все это роллы на сапке. Спасибо вам большое, ребят, что поддерживаете. Правда, это чисто за счет вашей поддержки. Вообще, трансляции подрубаются. Серьезно вам и говорю. Потому что с рекламами проблемы. Вообще, с монетизацией большие проблемы контента на самом деле. И по факту все чисто на подписках и на донатах держится. Поэтому спасибо огромное. Еще раз спасибо большое ЦАГРМФ за донат сегодняшний. Спасибо огромное. Потому что у меня уже ролл на сапку. Четыре. Шесть. Надо ролл на сапку, мне кажется, делать дороже. Но... Надо делать его дороже, но с большим шансом. Я думаю... Я завтра буду заниматься баллами канала. Вот. И... Завтра что-нибудь как-нибудь поменяю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ебать мой хуй. Пять тысяч. Пять тысяч. Иго. Иго Даймониум. Спасибо тебе огромное. Я подкорректирую описание стрима завтра. Обновлю твой топ донат. Ты у меня будешь топ-1 с невероятным отрывом, мне кажется. Спасибо тебе огромное. Спасибо тебе огромнейшее за пять тысяч рублей. И... АЛОКИ ОФИШЛ дарит подписку для Алекстразы. Алекстраза, добро пожаловать снова на канал Джози19. Спасибо тебе огромное. АЛОКИ ОФИШЛ за подарочную для Алекстразы. Иго Даймониум. Спасибо тебе большое за... Пять тысяч рублей. Накидайте шею, я пока...